Всем привет, друзья! И этот ролик посвящен одному очень интересному девайсу, который наконец-то у меня появился. После четырех лет страданий я наконец-то обзавелся крутейшим ноутбуком. Самое интересное, что я достаточно долго выбирал между вендорами, у какого вендора мне по итогу выпрашивать для себя ноутбук. Потому что мне нужен ноут для работы, мне нужен он, чтобы был производительным, мощным и самое главное легким. Потому что мой склеоз явно не скажет спасибо, если выберу снова такой же тяжелый ноутбук. Еще проблема была в том, что раньше, если вы покупаете себе тонкий ультрабук, то вы точно получаете низкую производительность. Сейчас же Intel презентовала EVA. Это новенькая классификация ноутбуков, которые действительно являются маленькими, компактными, но при этом дико производительными. И я готов представить вам мой новый ноутбук, спасибо компании Asus. А это Asus ExpertBook B9, который в одной из комплектаций весит рекордные 880 грамм. ExpertBook B9 является флагманом коммерческой линейки Asus, которую компания сейчас активно развивает, предлагая инновационные и надежные решения для корпоративных пользователей. По сути, он является сборником новейших технологий последних лет. И, друзья, не думайте, что это рекламный какой-то ролик или еще что-то. Это действительно, я долго выбирал между разными вендорами, разными ноутбуками. И этот ролик посвящен, он больше реально людям, таким же, как я, которым нужно работать за ноутбуком и которые хотят достойный себе девайс. Краткая история появления вообще по Intel EVA. Начнем с того, что в 2011 году компания Intel представила новую торговую марку как UltraBook. То есть, если вы видите в магазинах, в том же ДНСе, там, Эльдра, ДНВидео, на ноутбуке, где написано UltraBook, то знайте, что это торговая марка компании Intel. И раньше, для того, чтобы вендор мог назвать свой ноутбук UltraBook, он обязан был выполнить определенные технические требования. Но время идет, и, соответственно, технические требования нужно усложнять, потому что выходят новые технологии. Сейчас на рынке практически каждый второй ноутбук можно назвать UltraBook. И, как вы понимаете, далеко не всех людей это устраивает. И Intel усложнял задачу для всех вендоров. Теперь, чтобы ноутбук назывался EvoBook, скажем так, чтобы имел наклейку Intel Evo, то для этого нужно вендорам крайне постараться и выполнить очень много разных требований, которые вы видите сейчас вот тут вот. Именно по этой причине я выбирал в первую очередь как раз-таки себе EvoBook, потому что тут я буду уверен, что он подойдет под мои задачи. Потому что мне нужен рабочий ноутбук, мне нужен легкий, чтобы я, говорю, как и сказал ранее, SkyOS по новой не заработал. Ну, а самое интересное то, что далеко не каждая компания может выпустить ноутбук под брендом Intel Evo. Но Asus, вот если говорить, допустим, про эту компанию, она первая вышла на рынок с такими ноутбуками. И именно мой ExpertBook B9 имеет сертификацию Intel Evo. И я это все рассказываю не просто так, а для того, чтобы люди такие же, как я, которым нужно опять же работать, а не только в игрушки играть, покупали действительно хорошие ноутбуки. Потому что я уже рассказывал ранее свои отношения к игровым ноутбукам. Нужно вам играть, идите покупайте себе, собирайте точнее компы. Хотя с нынешними ценами ноутбуки порой даже выгоднее игровые, нежели чем собрать компьютер, но все равно неудобно. То есть основная фишка ноутбука это мобильность. И вот я без проблем сейчас нахожусь, вот вы видите локацию, где я сейчас снимаю. Я тут без проблем нахожусь, я могу им пользоваться много часов, причем автономная долгая работа. Вот для этого созданы ноутбуки, а не для того, чтобы в них играть. И именно для того, изначально для чего создавались ноутбуки, мне он и нужен. И я очень надеюсь, что я очень многим людям смогу помочь с выбором. Введение в курс дела закончено, теперь поговорим обо мне и для чего вообще мне нужен данный ноутбук. Начнем с простого. Я блогер, всем привет, Бригман. Вот, и я регулярно нахожусь в поездках, я летаю в Краснодар, Казань, Питер, езжу в Москву. И мне постоянно нужно быть на связи. Нередко, что я выкладываю ролик, приходится выкладывать как раз-таки не в своем городе. Я постоянно работаю с бухгалтерией, то есть то, что вы видите на канале, допустим, те же рекламные вставки, интеграции и тому подобное. Это все юридическая фигня, это работа с документами, это работа с офисом. Элементарно, это много разных мессенджеров, где я веду переговоры, где я общаюсь с подписчиками, где разные у меня чатики и тому подобное. И мне постоянно нужно быть на связи, потому что один день меня нет на связи, все, в студии переполох. Ну и помимо всего этого, я геймер, и геймер непростой, я обожаю стратегии. Да здравствует цивилизация и ремворлд. И именно по этой причине мы с вами сейчас поговорим про технические характеристики сие чудо. И начинаем мы с процессора, именно сердца этого ExpertBook B9. И в роли процессора здесь Intel Core i7-1165G7. Для тех, кто не знает, что такое G7 и что это означает, это уровень интегрированной графики. Здесь интегрированная графика Iris Xe. Самая мощная и самая производительная существующая интегрированная графика на данный момент у компании Intel. Но если говорить про сам процессор, то здесь у нас 4 ядра 8 потоков. В Boost частота 4,7 ГГц. Вот тут подробнее технические спецификации. И вы можете посмотреть то, что в стоке частота 1,2 ГГц. О чем это говорит? Это говорит о том, что данный ультрабук будет, ну ультрабук, вот говорю даже, Эвобук будет работать автономно очень и очень долго. И мы с вами сейчас совет абсолютно для всех, кто выбирает себе ноутбук. Если в спецификациях процессора указана низкая тактовая частота в стоке, чем ниже, короче, она, тем лучше. Потому что чем ниже частота, тем ниже энергопотребление у процессора. А чем ниже энергопотребление у процессора, тем дольше будет работать ваш ноутбук в фоновых задачах. Помимо процессора, конечно же, в этом ноутбуке есть и оперативная память. И, конечно же, в двухканале, как вот я и люблю. Здесь 16 ГБ в двухканале типа LPDDR4 с тактовой частотой 4266 МГц. Также инженеры Intel вывели 4 дополнительные линии PCI-Express от самого процессора, для того, чтобы вы могли подключить SSD-шник типа NVMe. Но тут, к слову, два слота под SSD-шники. Вы сейчас видите вот в разобранном состоянии ноутбук. Один уже занят, и есть второй свободный слот. И можно объединить SSD-шники в RAID. В той комплектации, в которой я получил данный ноутбук, у меня установлено 500 ГБ SSD-шника с NVMe. Так что все, топчик. И вот ранее я говорил, что помимо того, что я предприниматель, мне нужен ноутбук для рабочих задач, я еще и геймер. Но как я буду играть на ультрабуке, на эвабуке? Спросите вы. Iris XE. Я про эту графику уже ранее рассказывал. Это лучшая интегрированная графика, которая есть у компании Intel. И более того, на этой интегрированной графике можно даже поиграть в Battlefield V. Но то, что я очень люблю стратегии, RimWorld, Цивилизация V, там, какой Анну, топчик. В общем, раз я люблю вот такие игрушки, то вот эта интегрированная графика будет прям вот the best для моих задач. Дождик как-то начинается. Я предлагаю отправиться. Ну, вообще, самое время для пикника. Поехали. А вот теперь, друзья мои, мы на пикнике. Вы не переживайте за то, что немножко даже местами... Не переживайте за то, что местами немножко дождик моросит этому ноутбуку. Это не страшно. Но об этом я расскажу чуть позже. Сейчас же я хотел бы вам рассказать как раз-таки про внешний вид и про... Про внешний вид и теми казусами, как раз-таки с которыми я сталкиваюсь, когда бываю на встречах и пользовался своим старым громоздким игровым ноутбуком. Мне реально достало уже то, что бывают переговоры разные. То есть вы смотрите этот канал, вы периодически видите разную рекламу, как я говорил ранее. И иногда приходится лично встречаться с рекламодателями, с заказчиками и тому подобное. И достаточно странные взгляды я вижу у рекламодателей, у людьми, с которыми я провожу переговоры, когда достаю из портфеля свой огромный громоздкий игровой ноутбук. Я приехал на деловую встречу. Да элементарно, как бы я уже перерос это все. И хочется иметь действительно надежный, хороший, ультра-тонкий ноутбук. Asus ExpertBook B9 имеет минималистичный и утонченный дизайн. Помимо всего этого, его толщина составляет 14,9 миллиметров и вес 1 килограмм. Но, как я и сказал ранее, есть комплектация, где у вас будет 880 грамм. Корпус выполнен из магниума восплава и... Ты там не сгоришь, друг. И произведен методом фрезерования. Это как раз таки делает этот ноутбук более прочным. И помимо всего этого, не увеличивает его вес. Потому что, как я и сказал, вес, наши все, ноутбуки были придуманы не для игр. Я уже устал про это говорить. Но все равно есть, да, ситуации, где игровой ноутбук имеет место быть. Но этот ролик посвящен тем людям, которым, как и мне, нужно работать, а не играть. А хотя играть иногда полезно и круто. Ну а по поводу технических характеристик, да, вот, кстати, мне надо сейчас сойти. И тут есть отпечаток пальца. Тут у нас две камеры. Одна вебка, другая инфракрасная камера. Камера закрывается шторочкой. Это как раз таки рай для параноика, потому что я таковым являюсь. У меня мой как раз таки старый ноутбук, которым я раньше пользовался, тяжелый и громоздкий. Он был синий изолентный заклеен. И вот представьте взгляды как раз таки людей на переговорах, когда ты находишься. Мало того, что ты достаешь какую-то бандуру, она быстро садится. Ты подключаешь этот кирпич, блок питания. Вот вы сейчас видите, как это выглядит. Так вот, более того, когда ты открываешь еще ноутбук, люди, причем достаточно такие все серьезные, шишечки. У нас же сейчас полстраны, пытаются быть деловыми, пафосными. И все надо мной хихикали постоянно. Ну вот я открываю ноут, а у меня там еще синяя изолента на вебке. Тут сейчас хотя бы не будет повода для хихиков. И вот возможно вы сейчас спросите, что же за инфракрасная камера. Потому что вот как раз ранее я про нее сказал. Она нужна для того, чтобы определять, есть ли пользователи непосредственно сейчас перед ноутбуком. То есть как только вы отходите от ноутбуков, даже в темноте, причем она определяет. Вы отошли от ноутбука и инфракрасная камера сразу определила то, что у вас нет. И гаснет экран. И сам EvoBook переходит в спящий режим. Это экономит зарядку и дольше он прослужит у вас. Но по поводу же интерфейсов подключения. Несмотря на толщину корпуса, девайс оснащен полноразмерными интерфейсами подключения. 2 USB-C Thunderbolt 40 Гбит в секунду с поддержкой DisplayPort и Power Delivery. А также 1 USB-A 3.2, HDMI, Audio и LAN. Но сам RG45, вот этот как раз таки разъемчик под интернет, вы тут не найдете. И вы спросите, как же тут подключить интернет, допустим, проводной? Все просто. В комплекте идет переходник с mini HDMI как раз таки на RG45. То есть, да, такой даже переходничок существует. Я сколько занимаюсь разными девайсами, устройствами, на самом деле. Но, может, меня просто судьба с таким не сталкивала. Но я был немножко удивлен. Потому что micro HDMI мы в этот переходник втыкаем RG45 интернетский кабель. И у нас все должно работать. И раз мы говорим про ExpertBook B9, то, соответственно, вот Asus, потому что любят в премиальный, и вообще в ноутбуке корпоративного сегмента ставить... Как правильно это называется? Забыл. Нет, это не тачпад, это... NumberPad. NumberPad. Да, вот, это называется Asus NumberPad. То есть, у нас есть такая интересная фишка. В уголочек NumberPad мы кликаем, и у нас появляется вот эта интересная штука, для того, чтобы печатать сразу калькуляторы. И есть подсветочка для клавиатуры, чтобы в темноте можно было работать. И ранее я вам сказал, что не страшно, что дождик немножко стал моросить, потому что тут есть защита от приливания жидкости. Военный стандарт вот такой-то, я наизусть его не помню. Список тестов вы сейчас видите вот тут. И для прохождения этих тестов компания Asus установила дополнительные элементы в конструкцию ноутбука. Это усиленные петли экрана, металлические усиления разъемов, резиновые демпферы на материнской плате, структурное усиление панели корпуса и крышки, и специальная конструкция клавиатуры для защиты от приливания жидкости. Само собой, тут, конечно же, есть и маркетинг, куда же без него, в плане того, что военные стандарты и тому подобное, потому что это не говорит о том, что вы можете использовать этот ноутбук в условиях боя. Но, как минимум, от непредвиденных ситуаций это может спасти. И так как, друзья мои, и я работаю с видео, с фотошопом и прочим, я регулярно смотрю, естественно, в экранче, как бы это странно ни звучало. Для меня цветовой охват очень важен, для меня важно качество дисплея. И здесь у нас IPS Full HD разрешение на 14 дюймов и толщина рамки здесь 4 мм. Ну а как раз-таки цветовой охват здесь составляет 100% sRGB. Блин, мне даже реально как-то не привычно, что вот так вот я снимаю, одну рукой вот так кручу. Потому что я привык к этому бандурину, которую я беру, а она, что ты делаешь, я же запугался. Сосисочки готовятся. Бон аппетит, а также всем приятного аппетита, кто кушает сейчас или пьет чаек. Вкусно. Один из блогеров, который себя именовал как техно-блогер, не буду назвать какой, я думаю, вы сами многие из вас догадались, сделал такой тест, как тест на макбук. Я все-таки произнес это слово, когда я упал. Вот. Суть теста заключается в следующем. Я согласен, потому что с этим человеком достаточно бесит, когда ты пользуешься ноутбуком, у тебя ультрабук или еще что-то. Но ты, открывая ноутбук, должен придерживать его рукой. И компания Asus тут сделала так, что можно, в принципе, открывать одной рукой. Это удобно. Для этого компания Asus тут поставила шарнир Ergolift. Очень жалко, что мы живем вот рядом с Москвой, но у нас погодой вообще не повезло. Краснодарцам и тем, кто на юге живут, передаю привет. Я вам искренне завидую по-белому. И у нас уже вообще хрен поймешь, какая погода. У нас по ночам до плюс 4 опускается температура. И я так не был в этом году на рыбалке. Ну а так как, друзья, являюсь предпринимателем и блогером, для меня важна безопасность и продуктивность. По поводу безопасности, у этого ноутбука есть выделенный статичный MAC-адрес. Это нужно больше для корпоративного сегмента. Но если мы с вами говорим про безопасность использования данного ультрабука, то есть еще две отличительные характеристики. Это TPM, подробно написано вот тут. Тут отдельный криптографический процессор, который хранит криптографические ключи для защиты информации. А также второе, это программное обеспечение Asus Business Manager, позволяющее в том числе управлять блокировкой устройства по USB. Это как раз таки, друзья мои, все в совокупе и дает плюсы те, по которым, скажем так, я и выбирал себе ультрабук для использования. Постоянно говорю ультрабук, надо привыкать уже к эво-бук. И мы сейчас решили сменить немного локацию. Мы еще покушаем. Ну, короче, съемки очень крутые. Мне такие нравятся. Меня кормят. Мне свежо. У меня теперь есть ультрабук. Я доволен. Поехали. Кстати говоря, я совсем ничего не упомянул про батарею и звук. Хотя тут есть о чем рассказать. Перед тем, как снимать этот видосик, я должен был, конечно же, протестировать это устройство. Ну, и как вы понимаете, самый лучший тест это взять с собой его в поездку, потому что ноутбуки для этого и созданы. К слову говоря, за ваше здоровье. Пока я был в Краснодаре, я регулярно им пользовался. И лично, опять же, по моим ощущениям, по моему тестированию данного ноутбука, мы получаем следующее. За один рабочий день я поработал в документах, я пообщался с разными рекламодателями, проверил переговоры, посидел, конечно же, почитал ваши комментарии и после этого еще глянул фильм. Зарядка еще оставалась. Ну, и как заявляет компания Asus, у вас ноутбук может зарядиться за один час до 80%. По факту, утречком, пока вы кушаете, сходите в душ, ваш ноутбук будет практически полностью заряжен. Ну, а кому интересно подробнее, то в этом ExpertBook B9 аккумуляторная батарея состоит из 4 ячейок на 66 Вт-часов. Но есть еще версия, где аккумулятор 33 Вт-часов, при том, что вес данного ноутбука будет составлять 880 грамм. Ну, а в качестве звука здесь установлена аудиосистема сертифицированная Harman Kardon. Я мог бы сделать для вас красивенький тестик, как на петличку записать, как воспроизводится звук на ноутбуке, но это будет, я думаю, глупо. Поэтому мой совет, если вы будете покупать его, то включите какую-нибудь песенку, включите фильмец, просто послушайте, как будет звучать этот ноутбук перед покупкой. Я могу сказать одно, то что пока я выбирал себе ноутбук, который будет моим спутником в ближайшие 2-3 года, я пересмотрел много разных моделей, разных вендоров. Именно та защита, та легкость этого ноутбука, производительность, опять же, внутри. Говорят сами за себя, я не знаю, что тут можно добавить, только то, что если вам действительно нужен ноутбук премиального качества, производительный, тонкий, легкий и вообще, чтобы было все вот так. И выделенный MAC адрес, чтобы был те, кто знают, те, кто в теме скажут, это круто. Короче говоря, если вам нужен ноутбук по прямым его назначениям, то я рекомендую присмотреться к этой модели. Ну что, на этом буду откланиваться, всем спасибо, что смотрели этот ролик и водичка лучше, чем вина. Всем пока!